Скажите, пожалуйста, как вы относитесь, как вы оцениваете слова Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, когда он говорит о том, что следят за кадыровцами, за группой кадыровцев, которые были в Украине в начале полномасштабного вторжения. И есть подозрение, что их могут хотеть перебросить из Турции, где они сейчас, в Молдову, в Кишинев для каких-то провокаций. Я отношусь очень серьезно, потому что у Путина давно назрела мысль организовать свержение законной власти в Кишиневе. И он ради этой цели может пойти на любое. Может использовать любых террористов, любых бандитов, любых криминальных группировок. И в том числе в прошлом году в Киеве мне говорили о том, что есть информация у украинских спецслужб об активизации чеченской диаспоры из Республики Молдова. И о том, что они готовят на осень или на зиму массовые протесты против правительства и парламента, и президента Майи Санду. И для свержения власти, и для назначения в Кишиневе промосковского режима. Сейчас у них очень ограниченные возможности попасть на территорию Республики Молдова, потому что для этого они должны через территорию Украины или Приднестровья, или через территорию Евросоюза, то есть Румынии. Но это очень тяжело, потому что они уже давно не получают визы. Они должны из Турции, через Болгарию, через Румынию, потом на Кишинев. Это у них испытанный такой маршрут, потому что когда мы запретили допуска в Молдове въезда военных из незаконной российской группировки войск, они пытались под разными видами туристов, журналистов, я знаю, каких-то бизнесменов попасть на территорию Молдовы через Евросоюз. Но сейчас это очень сильно ограничено. Или через Армению, как граждане России, которые могут войти на территорию Молдовы, или через Истамбул, через Турцию. За последнее время было намечено очень большое количество граждан Российской Федерации, которые попали на территорию Молдовы, но очень многих возвращали. При любой малейшем подозрении принадлежности к вооруженным силам или спецслужбам, даже журналистам, они их возвращали обратно в Армению или в Турцию. В данном случае я уверен, что если это так, то спецслужбам Украины передали республике Молдову спецслужбам Молдовы все списки, все списки подозреваемых, все списки этих террористов и то, что у них есть в наличии не только кадыровцев, но и из России, из Белоруссии и так далее. Всех подозреваемых в каких-то там антизаконах действий. Господин Шалару, а скажите, пожалуйста, почему кадыровцы фигурируют вот в этом подозрении и даже в информации, о которой вспоминаете сейчас вы, что было такое предупреждение и раньше, и что именно о чеченской диаспоре была речь вот тогда. Почему именно эта линия, почему именно они могут быть задействованы вот в таких беспорядках? Ну, господин секретарь Совета Безопасности, он говорил о том, что эти кадыровцы сейчас находятся в Турции, они в качестве спасателей. Очень много кадыровцев имеют вид на жительстве в Турции, очень многие имеют там гражданство, владеют имуществом, и, возможно, им легче попасть на территорию Молдовы в качестве граждан Турции или других организаций, потому что их могут и пригласить в Республике Молдова разные псевдо-такие организации. Почему именно на кадыровцев Путин делает ставку, я не понимаю, я не знаю. Я знаю, что он делает ставку на местных предателей, на пятую колонну, на те, которые в Приднестровье поддерживают режим Путина, хоть и там не все его поддерживают. И в ГГУской автономии, где есть несколько таких пропутинских партий, очень агрессивные сепаратистки, которые, конечно, призывали к оружию, призывали к свержению власти, призывали к тому, что эта земля является российской, и мы всегда были с Россией, и нечего делать тут европейцам и американцам. Я думаю, что если они хотят вот это осуществить, то там будут всякие национальности, не только чеченцы, но они этого собирают делать, потому что, насколько мне известно, весной они собираются возобновить протесты, массовые протесты. Они получили достаточно финансирования из России, из Израиля, от олигарха, беглого олигарха Шор, который имеет свою партию прокремлевскую, и они собираются уже это на весну начинать. Ихняя цель – это свержение Майсанду и правительства. Но правительство и так ушло в отставку, и оказывать мощнейшее давление, чтобы они ушли. Они хотят досрочных выборов, потому что из-за проблем, которые были за последние годы, из-за войны, из-за многих ошибок, которые совершило правительство, сейчас прокремлевские партии, они в вопросах общественного мнения имеют почти 50%. Тем более, что партия Майсанду, ПАС, которая сейчас у власти имеет 63% в парламенте, у них в вопросах не более 20% поддержки населения. И поэтому они хотят сейчас, на данном моменте, воспользоваться ситуацией, кризисом, войной, подорожанием цен на энергоресурсы, на электричество, на тепло, на все продукты питания, поднять народ и свергнуть эту власть. Субтитры создавал DimaTorzok